МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости с итогами дня Элина Шагенова. Коротко о главных темах выпуска. Прогнозировать сегодня пока что-то сложно. Губернаторы и заполярные парламентарии обсудили бюджет на следующий год. Вопросов много, и старались выделить главное звено. Узнаем, каким будет главный финансовый документ области и останется ли он социально ориентированным. Рыбы в водоемах Мурманской области станет больше. Кислород подается с кислородных баллонов, и рыба вполне переносит перевозку. Выясним, как проходит зарубление, есть ли особенности при транспортировке и кто будет следить за мальками. В Мурманске скоро стартует фестиваль независимого кино «Арктические пространства». На очень крупном каком-то фестивале такое сложно как-то заявить. Поэтому мы решили сделать какое-то свое кинодвижение. Узнаем, что ждет гостей, как снять фильм, если нет бюджета, и где в Мурманске бесплатно учат режиссеров и сценаристов. Более половины областного бюджета следующего года направят на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Глава Заполяря обсудил главный финансовый документ с представителями фракции Мурманской областной думы. Это добрая традиция перед внесением проекта закона на утверждение областным парламентом. Бюджет 2023 года сохранит социальную направленность. Впрочем, отдельный акцент сделают на здравоохранении. Первичное звено необходимо модернизировать. Помимо средств на деятельность, медучреждения и закупки лекарств, дополнительно выделят 750 миллионов рублей на оборудование и новую мебель. Продолжится и реконструкция мурманского онкологического диспансера. Не скрою, в 2023 год мы исходим все-таки из консервативного сценария по доходу, потому что прогнозировать сегодня пока что-то сложно, но путем долгих концентрации усилий, мы, естественно, заложили в него все необходимые социальные расходы. То есть и на 60% бюджет социальный. В проекте бюджета увеличили расходы и на образование, в том числе для того, чтобы подорожавшее школьное питание оставалось доступным для детей. Заложили деньги и на ремонт трех школ в Североморске и Кандалакше. Два новых образовательных учреждения построят в Мурманске. К слову, особое внимание депутаты обратили и на обновление окон в таких зданиях. В школах Мурманска уже заменили почти 1700 стеклопакетов по программе «Теплое окно». В прошлом году это была достаточно серьезная сумма, в этом году она ниже. Мы понимаем, почему это вопросов не вызывает, но просьба, чтобы эта строка была приоритетной, если будет возможность денег добавить. Просто насколько я по моей обратной связи, вот есть две супер востребованные и успешные достаточно строки. Здесь это арктические школы, которые точно находят очень хороший облик у всех, например, у участников этого процесса и его окон. Продолжится работа по переселению людей из аварийного жилья. На эти цели направят около 1 миллиарда. Более 800 миллионов заложено на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. Вопросы безопасности также займут особое место в бюджете. На развитие системы общественного видеонаблюдения и аналитики планируется выделить 600 миллионов рублей. Продолжится и обновление парка общественного транспорта. На это направление предусмотрено 300 миллионов рублей. За два года в регионе уже закупили больше 170 автобусов и троллейбусов. На 100% обновлен парк в 8 муниципалитетах Мурманской области. Вопросов много. И надо, старались выделить главное звено, что необходимо определить очередность. Первую очередность, вторую очередь и третью очередь. И вот сегодня мы рассматриваем те первоочередные вопросы, которые мы считаем, что они должны быть учтены. Или сейчас при принятии бюджета, или при первом его уточнении, когда он будет там в январе месяце. А те вопросы, которые уже требуются в вторую и третью очередь, это уже последующие при исполнении бюджета, будем говорить так, в 2023 году. Депутаты попросили усилить контроль над программой распределения земельных участков в многодетном семье и обратить внимание на благоустройство сельских поселений, поддержку оленеводства и рыбохозяйственной деятельности. Глава Заполярия обещал детально рассмотреть каждое предложение. Элина Шагенова, ТВ21+. Несмотря на санкционные давления в Мурманской области, отмечен рост по ряду экономических показателей. Это промежуточный результат антикризисных мер в регионе за 8 месяцев. Например, индекс промышленного производства увеличился в среднем на 2%, а обрабатывающего почти на 7. Чтобы обеспечить социально-экономическое развитие, из областного бюджета выделили свыше 1 миллиарда рублей. За счет этих средств поддержали более 400 предпринимателей, предоставили почти 300 микрозаймов, заключили 16 экспортных контрактов с дружественными странами. К работе в новых экономических условиях пытаются адаптироваться заполярные предприниматели. Основные трудности в логистике. Бизнесу приходится искать новые маршруты. По данным Банка России, переориентация экспорта стала одним из экономических трендов как в нашей области, так и на всем северо-западе страны. В первой половине осени в Мурманской области увеличилась нагрузка на железнодорожную сеть. А компании переориентировались на страны Азии. Выросли поставки химических и минеральных удобрений, промышленного сырья, строительных грузов, древесины. Предприятия за смену логистических цепочек также наращивают поставки автотранспорта. К примеру, одна из ведущих рыболовных компаний региона успешно реализовала сразу несколько новых маршрутов в доставке крабов своим покупателям в Азии разными путями и всеми возможными видами транспорта. Растет спрос на транзит грузов по трассам Севморпути. Несмотря на ограничения, во многих регионах продолжалась реализация инвестиционных проектов. А ценовые ожидания бизнеса в октябре также росли. Например, в Новгородской области запущено новое производство по выпуску химикатов для сельского хозяйства. А в Ленинградской завершается строительство площадки по выпуску удобрений. В сентябре годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов округа. По мнению экспертов, потребительский спрос жителей Северо-Запада оставался сдержанным. Элина Шагенова, ТВ21+. В Мурманской области начала действовать единая карта жителя. Она объединяет функции платежной карты и проездного билета, а также помогает экономить за счет скидок. Получить карту можно бесплатно в любом из банков-партнеров проекта. За последние 10 лет в пластиковые карты прочно вошли в обиход нашей жизни. Оплачивать покупки или проезд в транспорте пластиком намного удобнее, чем наличкой. По данным аналитических сайтов, почти три четверти россиян дают предпочтение такому способу безналичного расчета. Удобно, очень удобно. И в магазине расплачиваешься. Везде, где товар отовариваешься, очень удобно. Тут много плюсов. Во-первых, меньше шансов потерять все деньги сразу, если карту потерял, и меньше шансов воспользоваться. Ну, а во-вторых, не каждый сейчас точно стоит кошелек, карманы небольшие. Я не думаю, что удобно. А почему не думаете? Ну, потому что наличными я привык. Так как денежки часто могут теряться в карманах, там выпадать куда-то на пол. Ну и плюс дополнительно бонусы там всякие. В наше время существует большое разнообразие пластиковых карт. Дисконтные, финансовые, страховые, транспортные. Можно ли уместить такое разнообразие в единую систему? Чтобы упростить жизнь северянам, в регионе заработал проект «Единая карта жителя», который реализуется на базе российской платежной системы «Мир». ЕКЖ можно использовать не только как способ оплаты, но и как проездной. В ней заложено транспортное приложение, которое по умолчанию прошит тариф электронный кошелек, который можно использовать на любом транспорте, который работает в Мурманской области и присоединен к автоматизированной системе оплаты проезда. При желании электронный кошелек можно перепрограммировать на тариф, который вам удобен. Впрочем, на этом функционал карты не заканчивается. Министерство цифрового развития планирует использовать ее как универсальный продукт. Например, студенты смогут воспользоваться ею в качестве пропуска в учебное заведение. В дальнейшем ее возможности будут расти. Мы очень рады, что к проекту «Единой карты» Мурманской области присоединились уже десятки торгово-сервисных предприятий. И отмечу, что предложения в рамках карты жителя суммируются с предложениями программы лояльности. Оформить карту бесплатно может любой желающий с постоянной пропиской в Мурманской области. Для этого нужно обратиться в один из банков-партнеров, выпускающих «Единую карту жителя». Александра Пескова, Максим Чинкин, Руслан Мавлютов и Борис Савельев, ТВ21+. Еще больше заполярных городов смогут принять участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В этом году заявки смогут подавать города с численностью населения до 200 тысяч человек. Как рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, финансирование конкурса увеличили в два раза до 20 миллиардов рублей в год. Победители получат от 60 до 100 миллионов в зависимости от категорий и группы. Также правительство увеличит финансирование регионов на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды. Нужно выровнять условия предоставления такой поддержки, повысить минимальный порог этой субсидии, чтобы субъекты Российской Федерации получали на реализацию программ не менее 100 миллионов рублей. История со строительством торгового центра у памятника, ждущей в Мурманске, получила продолжение. Летом мы рассказывали, что жители улицы Саши Ковалева выступили против появления под окнами нового магазина крупной торговой сети. Теперь они встретились с представителями областного правительства. Получилось ли найти консенсус, расскажет Кирилл Грапиняк. Полина Емельяненкова планам по строительству нового магазина под своими окнами не рада. По словам женщины, здесь на улице Саши Ковалева и так хватает торговых точек. Жильцы соседних домов собрали уже больше сотни подписей против строительства. Хотелось бы видеть хорошую спортивную площадку, причем не такого плана с уличными тренажерами. Это прекрасно. Может быть и такую тоже для людей более старшего возраста. Правда, строительство спортплощадки рядом с новым магазином в планах у инвестора есть. Но часть жителей беспокоится, что из-за такого соседства она скорее превратится в место для распития спиртных напитков. Мнения жителей разделились. Дина Туликбаева, например, считает, что обновление пойдет району на пользу. Я за развитие территории. То есть я за то, чтобы здесь на данном участке появился асфальт, чтобы ушли грязь, лужи. Плюс появится освещение, потому что в данный момент даже видно, что здесь очень на самом деле темно. Разговоры о появлении магазина у памятника ждущей ведутся уже не первый месяц. Летом специалисты брали здесь пробы грунта. Тогда же жители впервые стали высказывать возмущение. С другой стороны, все юридические вопросы уже улажены. Договор аренды земли инвестор уже заключил. Получил и разрешение на строительство. Начать планируют весной следующего года. Все мы понимаем, что Мурманск у нас не такой большой город. И свободной земли осталось очень мало. Здесь есть свободная площадка, которая, в принципе, не скажу, что особо может быть... Ну, скажем так, требует какой-то инфраструктуры. То есть, в связи с этим выбрана была эта территория. Она освобождена от прав третьих лиц. То есть, подразумевает под собой получение земельного участка в аренду. По словам инвестора, кроме магазина, на территории построят автомобильную парковку, подъездную дорогу, спортивную площадку и детскую игровую зону. В самом здании торгового центра откроют кафе. Инвестор является инвестором арктической зоны. То есть, он вкладывает деньги в Арктику. Он имеет, согласно закону, преференции. И в данном случае, конечно, он... Тоже и с этой стороны есть особые такие проблемы, потому что арктическая зона, поддержка предпринимательства, она, безусловно, тоже является приоритетным направлением. По итогам встречи прийти к общему решению пока что не удалось. Но инвестор пообещал учесть пожелания жителей и в ближайшее время скорректировать проект. Кирилл Грапиняк, Борис Савельев, ТВ21+. Тем временем представители мурманских товарищ, собственников жилья и администрации городских округов встретились с министром госжилстроенадзора Аленой Кузнецовой. Основной темой для обсуждения стала подготовка к работе и уборке территорий в зимних условиях. По опыту коммунальщиков, холодный сезон припаркованных машин во дворах становится больше. А это из года в год мешает работе уборочной техники и вывозу мусора. Помимо этого, главы ТСЖ поднимали вопросы, решения которых зависят от городских властей. Всегда это очень взаимовыгодное мероприятие, потому что мы получаем обратную связь и информацию, что волнует ТСЖ со стороны жителей, со стороны реализации права управления своей собственностью. И, соответственно, в этом плане мы чем-то можем помочь самим ТСЖ. Министерство госжилстроя надзора планирует регулярно собирать собственников жилья и представителей городских властей за одним столом, помогать ТСЖ в решении сложных вопросов. Ведь, по мнению специалистов, такая форма управления за полярными домами позволит существенно уменьшить количество коммунальных проблем. Данил Скуратов, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Вы смотрите новости на ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. По статистике госавтоинспекции, только за минувшие выходные в Мурманской области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. О важности соблюдения ПДД и ответственном подходе к их изучению напоминают и сотрудники мурманских автошкол. Экзамены в столице региона проходят практически ежедневно. Сколько процентов кандидатов сдают их с первой попытки и что мешает тем, кого отправили на пересдачу, выясняла Евгения Гречуха. В автошколу, которую вот уже 15 лет возглавляет Юрий Стоцкий, желающие получить права записываются ежемесячно. В группу входит по 25 человек, но получить заветное удостоверение выходит лишь у тех, кто подошел к сдаче с умом. Есть люди, конечно, которые немножко недобросовестно относятся, но с теми мы пытаемся бороться. В любом случае они не допускаются к экзаменам ГИБДД, пока не прошли экзаменационные этапы в автошколе. Сегодня система сдачи на права двухэтапная. Сначала ученики пишут в ГИБДД тестовую часть, а после выходят на практическую, на городские дороги. Сюда же включены элементы, которые раньше сдавали в автогородке. Перед тем, как выехать в город, ученики показывают свои умения на площадке. Здесь два задания – въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. По статистике, с первой попытки на права сдают около 30% кандидатов. Согласно таблице штрафных баллов, ошибки оцениваются как мелкие, средние и грубые. Для успешной сдачи необходимо набрать менее 5 баллов. Среди наиболее частых – отсутствие сигнала поворота, неправильный поворот налево и проезд перекрестка, а также нарушение пропуска пешехода. Несмотря на множество нюансов, желающих сдать экзамен в Мурманске стабильно много, причем зачастую северяне записываются в автошколу еще до совершеннолетия, чтобы в 18 уже сесть за руль. Евгения Гречуха, Борис Савельев, ТВ 21+. А повышать дорожную грамотность школьникам предлагают в формате онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Сегодня она стартовала на платформе «Учи.ру» и продлится до 20 ноября. За три года, что существует онлайн-состязание, в нем приняли участие почти 5 миллионов учеников. Для участия необходима регистрация на сайте. Продолжение следует... Перехода автомобильного и водного транспорта на экологические виды топлива. Также в комплекс вошли предложения по увеличению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в акватории морей и рек. В продолжение темы экологии. Вклад мурманчан в развитие эковолонтерства отметили в Совете Федерации страны. Итоги второго сезона экологического проекта «Чистая Арктика» подвели в формате фотовыставки «Арктика для людей с характером». В рамках церемонии открытия фотовыставки были вручены официальные благодарности участникам и партнерам проекта «Чистая Арктика» от Совета Федерации, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства природных ресурсов и экологии России. Также руководители проекта «Чистая Арктика» выразили слова особой благодарности в адрес компании и партнеров, с участием которых организуются экспедиции в самые отдаленные уголки Крайнего Севера, в их числе «Росатом», «Фосагра», «РЖД» и «Норникель». Активисты регионального проекта «Тропа лосося» провели зарубление озера Лумбалка в Манчегорске. Озеро Лумбалка – излюбленное место отдыха манчегорцев. Впрочем, на его берегу можно встретить не только горожан и туристов, но и любителей рыбной ловли. А для того, чтобы популяция не уменьшалась, волонтеры выпустили в водоем 2000 мальков Сига. Уже через три года они станут полноценной рыбой. Данное место является природным местом нерестилища. Поэтому именно этот участок выбран для адаптации. То есть первичный выпуск и адаптироваться здесь будет малькам легче. Зарубление лумбалки начали еще в 2019 году. Тогда это было одним из добрых дел «Экомарфона» понеслось с компанией «Норникель». С прошлого года оно переросло в отдельный проект – «Тропа лосося», который ориентирован на сохранение лососевых пород в акватории озера Аимандра. Интерес компании самый главный – это наша программа сохранения биоразнообразия в том числе. Но это инициатива наших волонтеров, потому что в рамках наших волонтерских программ уже действительно не первый раз происходит выпуск малька в Аимандру. Ребята инициируют сами эти мероприятия, понимая, что это важно не только для науки, но и просто важно для повышения ответственного отношения. Выпуск малышей – дело непростое. Общественникам потребовалось немало времени, чтобы собрать документы и получить разрешение в нескольких инстанциях. Большую поддержку волонтерам оказали специалисты мурманского филиала глав рыбвода. Выпуск осуществлялся с помощью живорыбной машины. То есть это у нас контейнеры, которые оборудованы кислородными рамками. То есть кислород подается из кислородных баллонов, и рыба вполне переносит перевозку. Теперь основная задача эковолонтеров – помочь выпущенным на волю малькам сега вырасти. По словам активистов, браконьеров в округе немало, и борьба с ними ведется. К примеру, работают рыболовные патрули. Мы летом на лодках выходим, смотрим, где стоят сети, сообщаем об этом рыбохране. Мы просто подплываем к браконьерам на берег. Мы к ним подплываем, спрашиваем, что вы здесь делаете. Они все равно видят, что кто-то здесь ходит. Они начинают больше уже переживать, опасаться. Осень для выпуска рыбешек выбрана не случайно. Ведь именно в конце октября идет нерес сега. И адаптация для мальков будет легче. В 2023 году уже летом будет активно кормиться, спуститься в Имандру. Вырастет где-то до размеров 18-20 сантиметров. Будет активно клевать на удочку. Но ловить его, согласно правилам рыболовства, нельзя. Потому что разрешенный размер в озере Имандра 28 сантиметров. В ближайших планах у эковолонтеров установить на мысе мечты смотровой бинокль, чтобы любой желающий смог следить за озером Лумбалка и не допускать нарушений. Кирилл Берпиняк, Павел Третьяков, ТВ21+. Одна из старейших библиотек Мурманска «Северное сияние» отметила юбилей. Учреждение открылось ровно 60 лет назад. За это время филиал успел привить вкус к хорошим книгам десяткам тысяч читателей, переехать в новое место и полностью поменять свой облик. Вы же вообще первая библиотека, в которой мы поставили лифт для людей с ограниченными возможностями. 60 лет назад на открытии Центральной детской библиотеки о таком даже не мечтали. Деревянный дом с печным отоплением принимал любителей чтения на улице Мира. Спустя 14 лет библиотека переехала на улицу Морская, где она и находится по сей день. В 2012 году после капитального ремонта учреждение приобрело современный вид. В конечном итоге ведь главное не ремонт и даже не лифт, а то, что здесь работают высокопрофессиональные люди, которые настолько увлечены своей работой. Ну вот просто знаете, вот то, что я сейчас увидел, это действительно праздник. Сейчас филиал обслуживает 3,5 тысячи мурманчан в год. Помещение поделено на три секции в соответствии с возрастом юных читателей. В библиотеке можно не только посидеть с книгой, но и поучаствовать в образовательных мероприятиях. В 2022 году литературно-творческие занятия и мастер-классы проводятся и для детей с инвалидностью. Дети сегодня мне помогли прочесть грамоту, которую я вручала. Там были очень сложные слова, и они не только гивали головой. И когда делала специально неправильное ударение, они меня поправляли, что говорит о том, что эти дети читают. К слову, по случаю юбилея в торжественной атмосфере подверли итоги детского конкурса фотографий «Книга в объективе». Победителями стали семья Бардаковых, Александр Шашерин и Даниил Черный. Всеволод Краснов, Элина Шагенова, Руслан Мавлютов, ТВ21+. С 4 по 6 ноября в Мурманске пройдет кинофестиваль «Арктические пространства». В течение трех дней независимые авторы представят свои работы за полярным зрителем. Что ждет гостей нового фестиваля? Как снять фильм, если нет бюджета? Где в Мурманске бесплатно учат режиссеров и сценаристов? Ответы на эти вопросы нашла Александра Пескова. Первый фильм в регионе был снят аж в 1925 году. С тех пор поток выходящих кинокартин не прекращается. Только за последний век в Мурманской области было снято более ста лент. Увидеть кинофильмы заполярных студий можно на фестивале. Кстати, на будущей площадке одного из них мы сейчас и находимся. Идея фестиваля авторского кино «Арктические пространства» появилась у организаторов несколько лет назад. Анастасия Минина вместе с командой единомышленников решили создать пространство, в котором начинающие авторы смогли бы познакомить заполярных зрителей со своим творчеством. По отзывам вот этих людей, которые думают, вот было бы здорово где-то показать свои фильмы, но, наверное, на очень крупном каком-то фестивале такое сложно как-то заявить. Поэтому мы решили сделать какое-то свое кинодвижение. Организовать фестиваль с нуля – задача сложная. Мероприятие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Но бюджет все равно очень ограничен. Несмотря на это, организаторы обещают насыщенную программу. Кратко, что могу сказать. Это, конечно же, кинопоказы, северная музыка, фото-зона, которую мы организуем, всевозможные игры, вручение подарков, сувенирки. Ну и, конечно же, общение с северными иконоделами. В регионе не первый год выделяют гранты и ребейты на создание фильмов для привлечения в Мурманскую область крупных продюсерских центров. Они снимают кассовые фильмы для больших экранов. Авторское кино же подразумевает практически неограниченный полет фантазии и направлено на узкого зрителя. Обычно под авторским кино понимается такая ситуация, когда один человек, режиссер или какая-то команда контролирует весь процесс создания фильма. Они, а не продюсеры, делают продукты. Ну, поскольку у нас на севере Голливуд еще не возник, поскольку, я думаю, в принципе, любое кино, которое снимают местные авторы, будет авторским. Кинорежиссеры стараются выработать свой стиль. Многие участники нынешнего фестиваля – выпускники арктического кинокампуса. Здесь любой желающий бесплатно может овладеть основами кинопроизводства, раскрыть свои таланты. Полный цикл от идеи до показа фильма. То есть любой фильм начинается с какой-то идеи, идеи какой-то истории. Вот это обучение рассказыванию историю, обучение написанию сценария. После сценария надо сделать пакет документов, которые помогают снимать кино. То есть это режиссерские сценарии, экспликации, раскадровки и так далее. Фестиваль «Арктические пространства» пройдет 4-5 ноября в клубе «Ледокол», а 6 ноября в кинотеатре «Мираж Синема» в ТЦ «Мурманск Мол». Посидеть показы можно бесплатно, правда, количество мест ограничено и стоит зарегистрироваться заранее. Сделать это можно, отсканировав QR-код на экране. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Не забывайте про вайбер, ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на 2 ноября. В Кандалакше температура воздуха поднимется до 2 градусов. В Умбе облачно – 0,2. В Полярных Зорях также без осадков – в среднем – плюс 1 градус. В Апатитах – минус 1, плюс 1 – переменная облачность. В Кировске также снега не будет – минус 1, плюс 1. В Кавдоре температура поднимется до 2 градусов. А в Мачегорске столбик термометра показывает 0, плюс 2. В Лавозере также без осадков – минус 1, плюс 1. В Оленигорске температура поднимется до 2, переменная облачность. В Никеле снега не будет – в среднем – плюс 1 градус. В Заполярном – такая же температура воздуха. В Североморске – в среднем – плюс 1 градус. Без осадков. В Мурманске – переменная облачность – 0, плюс 2. Вы смотрели новости на ТВ 21+. В студии была Элина Шагенова. Берегите себя. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова